Здравствуйте все! С вами Ольга Важенина, жертва военно-медицинских экспериментов во втором поколении. Сегодня 10 сентября 2019 года. Недавно мне впустили в туалет какой-то газ с очень сильным чесночным запахом. Но поскольку я с этим столкнулась впервые, не придала этому значения. Зато на утро, когда я проснулась, у меня было состояние просто ужасное. Во-первых, я никак не могла зрение сфокусировать. Ну вот не фокусируется и все. Очевидно, у меня глаза смотрели в разные стороны. Расфокусировка зрения произошла, головокружение, потеря координации. Просто с трудом передвигалась. И, естественно, стала искать в интернете отравляющие вещества с чесночным запахом. И нашла, конечно же. Это два газа, оба они ядовитые. Парализуют и разрушают центральную нервную систему. А в очень больших количествах просто приводят к смертельному исходу. Чесноком пахнет мышьяковистый водород, арсен-H3, который еще называется арсином. И фосфин, PH3. Вот одно из этих веществ, очевидно, мне было закачено. Дистанционным ванном. Ну, должна сказать, что так постепенно очищается организм. Потому что я вообще очищаюсь каждый день. Почти всегда. Но было плохо. У меня просто... Я бы папе даже своему сказала, папа, у меня такое ощущение, как будто меня очень сильно траванули. Вот только не знаю, чем и когда. Вот. Головокружение еще есть. Уже не в такой, конечно, степени. Координация восстановилась. Расфокусировка как бы так вот слегка, как бы что-то не то. Но потихонечку все восстанавливается. Хотя те, кто со мной работают, те, которые проходят мимо микрофонов, установленных на улице, они там постоянно говорят о том, что ее до трупа, ее до трупа, программу надо менять, что это вы здесь развели, детский сад, почему она у вас до сих пор живая. Вот в таком духе. Так. Еще хочу вам рассказать, как у меня было такое, ну, не столкновение, не встреча, а как бы касание с деировцами. На меня вышла женщина в ВКонтакте, написала мне такое сообщение лестное по поводу одного из моих роликов, вот таких. Написала, что она хотела бы со мной потеснее пообщаться по той причине, что у меня верный взгляд на вещи и проблему я почти полностью правильно понимаю, почти. То есть она оставила за собой как бы то, что я не знаю, что у меня появится интерес, и я захочу с ней общаться. Да, это действительно так. Интерес появился, мне захотелось с ней пообщаться. Она мне сбросила литературу Падеир. Я начала ее читать, и надо сказать, что я пришла в ужас, почти сразу же. Сразу же мне попалась такая информация. Мы взяли группу людей, приговоренных к смерти, привили им смертельные болезни, причем из них заболевал только каждый четвертый. Трое оставались здоровыми. И мы сделали вывод, что карма людей защищает, что у этих троих хорошо наработанная карма, и поэтому они остались живы. вначале о том, где они взяли группу людей, приговоренных к смерти. У нас смертная казнь отсутствует. И если это происходит, как, например, в случаях с Чикатило, то был бы очень громкий процесс, и нам, естественно, было бы все известно об этом. Но уж это был бы единичный случай. Если группа, то небольшая группа. Если заявлена статистика, каждый четвертый это 25%. Ученые знают, что статистику можно заявить только, если проведена не одна тысяча экспериментов. Тогда можно говорить о статистике. Здесь была заявлена статистика. Вот, поэтому я, естественно, сразу же выбросила эту женщину и друзей, прекратилось необщение у меня очень долго. Было просто стойкое отвращение такое к людям подобного типа. Ну и в конце концов, когда я стала бороться, когда я стала уничтожать на тонком плане сатанистов, я потом уже стала как бы расширять это понятие сатанисты. Я стала говорить абсолютно на все сатанисты, включая масонов, иллюминатов, деировцев, саентологов, радиочастотников, волновых генетиков, психотронщиков, псиоператоров, гангсталкеров, фашгеймеров и всех, кто на них работает. Вот. Так может быть дело в том, что дело в том, что именно они ценят, когда к ним на крючок, в разработку, на компьютер попадают именно люди с отличной, прекрасно наработанной кармой. Потому что если карма чуть хуже, то человек может сразу умереть. Если карма вот такая, то можно ему раз привить смертельную болезнь и проверить, как будет организм реагировать. Потом еще раз. Потом можно будет еще пустить его на какие-нибудь опыты. В общем, с ним можно будет конкретно продуктивно хорошо поработать. То есть получается, ну, поскольку они сатанисты, естественно, естественно, они разрушают божественные замыслы. Им совершенно безразлично, что сам Господь, сам Творец как бы распорядился, чтобы вот у некоторых людей была вот такая отлично наработанная карма, причем это не он распорядился, а это они в прошлых жизнях вели такой исключительно прекрасный образ жизни, что наработали себе вот такую карму, которая их защищает. И вот именно эту самую карму наработанную, именно вот этих людей они начинают убивать, они начинают их ломать. Ну, я думаю, что вы это все без меня знаете, потому что я рассказываю это все тем, кто находится под психотронным воздействием, тех, кто на компьютере. У нас с вами пытки у всех практически одинаковые. Ну, в общем, еще несколько слов как бы в обвинение этим нелюдям и в нашу защиту, что да, действительно, да, мы избранные, Господь нам дал прекрасные, долгие, здоровые жизни и прекрасные здоровые тела, приспособленные для очень долгой жизни. И вот это вот твари с нами проделывают, вот эти все пытки, они, в общем, истязают избранных. Насчет трансляции, потому что часто говорится о том, что вот нас транслируют, особенно они любят нас транслировать из ванной и из туалета. Ну, что касается из туалета, это я, я, конечно, удивлюсь, что находятся желающие на это посмотреть. Это нужно просто иметь очень глубокое психическое извращение, чтобы смотреть на это. Ну, как говорится, если люди больные, то они больные. У меня было такое, что как только я входила в туалет, тут же спускали в воду, тут же прям шумела вода. И одно время я с ними боролась таким способом, я начинала хохотать и говорила, дежурный, дерьмо принял? Молодец, распишись, отнеси на анализ. Ну, еще как бы подшучивала одним, говорила, повезло тебе с работой, такой дебил, вообще ни на что непригодный, нашел себе теплое местечко, дерьмо-приемник, ты дерьмо-приемник. Ну, вот как-то так. Работала. Долгое время этого не было, перестали воду спускать. Потом так потихоньку опять начинают, но в принципе это не мешает. Вы сами понимаете, что что бы они ни делали, мешает только конкретное воздействие приборами. Это мешает, это больно. А все остальное это ерунда, как бы они не развлекались. Но, как только я узнала, что нахожусь на компьютере под воздействием, то, естественно, я перестала обнажаться. Просто перестала. хотя многие из наших говорят, что они нас не видят в таком виде, в каком мы есть. Они нас видят схематично. Я видела однажды в одном доме, где я работала, я видела на компьютере, да, там на черном фоне был просто обведен контур радужными линиями, просто полностью была радуга, внутри была фигурка женщины, такой изящной, миниатюрной, очень на меня похожи, и она двигалась. Это я видела. Не знаю, в таком ли они нас в виде видят, этого я не знаю. Но я больше не обнажаюсь. Принимаю я ванной каждый день и делаю я так, принимая ванную, выходя из ванной, я это все делаю в нижнем белье. А когда выхожу, я вот так обматываю себя полотенцем, под полотенцем все снимаю, под полотенцем уже надеваю и все. Остальное все они могут видеть на пляже. То есть я им ничего не показываю. Но однажды, когда мы ездили в Дивеево, там было очень много различных источников. В источниках рекомендуется совершать омовение либо в рубашке, ну, либо в платье в таком специальном. Я брала с собой платье, белое, длинное. но источников много. И мы за один день обходили несколько источников. Частенько, почти каждый день. Потому что это доставляет большое удовольствие. Была очень хорошая погода, и мы с удовольствием совершали омовение. Ну, вот когда приходишь во второй источник, потом опять надевать на себя это платье или мокрое белье, в общем, это все так хлопотно и не очень приятно. И в конце концов я подумала, ну, уж здесь-то все-таки святое место, вряд ли здесь это будет. В первые дни действительно ничего не было. И поэтому я стала, мы стали закрывать дверь с подругой, кунались мы с ним вдвоем, закрывали дверь на задвижку вдвоем, это все делали обнаженные, потом одевались. Вот. И вот через какое-то время я услышала, во-первых, я вначале увидела, как молодой парень ходит вокруг купели, вот так, держа мобильный телефон в руке. Я, конечно, поняла, что они прибыли. Перед этим одна из монашек, обитающая на территории монастыря Одивеевского позвала меня к себе, попросила ей помочь, я, конечно, ей с удовольствием помогла, и она меня спросила, сколько мы еще, сколько я еще здесь пробуду. Я сказала, что мы приехали на неделю. Ну и по ее реакции, в общем, я поняла, что она меня позвала именно для того, чтобы узнать, сколько я здесь пробуду, потому что буквально на следующий день уже партия прибыла. Потом уже все, потом уже было там невозможно ни передвигаться, ни спать уже. Их было море, море, море. Я делала фотографии, писала, что сатанисты в святых местах. Вот, ну и вот один из этих сатанистов, молодой парень, однажды, как раз который крутился около купели, мы проходили с подругой мимо, я услышала, как он говорил с товарищем, ну все, что они говорят, они говорят для нас, потому что, если бы они хотели что-то от нас скрыть, они бы говорили это так, чтобы мы не услышали. Это говорилось для меня. Он сказал, я видел ее голой. Второй ему ответил, да иди ты, она никогда не раздевается. Первый сказал, я тебе клянусь, я видел ее голой. Это было в купелях. Вот так. Так что они нас видят не схематично. Они нас видят так, как они захотят нас видеть. Думаю, что есть специальные программы, когда можно видеть человека в его естественном виде, а можно видеть его в схематичном виде. Так. Еще некоторые говорят о том, что поскольку мы давно, некоторые всю жизнь на компьютерах, под наблюдением, что у нас уже все функции организма, они уже не будут работать без вот этих тварей. что эти твари именно как бы они нам продляют жизнь, как они пытаются нам сказать и окружающим, что без них мы просто погибнем, мы без них не сможем существовать. Но я могу понять, когда это они говорят. Но когда это слышишь от жертв, согласитесь, что это странно, конечно, когда это говорят жертвы. Я не верю жертвам, которые говорят вот это, что мы уже без них не можем обойтись. Я не верю жертвам, которые посещают врачей, которые знают, что они жертвы и часто посещают врачей. Я не верю. Я четко, совершенно знаю, что как только человек понимает свое положение, как только он понимает, в какую ситуацию он попал, все. Врачи для него это того, он больше никогда по своей воле не посетит ни одного врача. Это я вам отвечу. Это так и есть. Я с детства чувствовала, что что-то не то у меня с врачами. Почему-то очень редко, когда я обращалась к врачам, и каждый раз, когда я к ним обращалась, у меня было такое чувство, что все, что со мной связано, это все они делают по самому худшему варианту. То есть, вместо того, чтобы мне помочь, мне еще и вредят. Я не могла понять, в чем дело, пока меня не ввели в открытую стадию. Как только ввели, так мне сразу же стало все понятно. Вплоть до того, что перед родами мой сын перестал шевелиться, и меня положили на сохранение. Я лежала на сохранении в больнице. У меня начались схватки, у меня трое суток были схватки, в то время, как я лежала в больнице на сохранении. Вы представьте, как это меня измотало. У меня вообще не было совсем сил. Совсем не было, потому что я не могла не спать, я ничего не могла. Я ходила к врачу, говорила, что все, сделайте что-нибудь. А мне врач спокойно говорила, успокойтесь, это у вас предвестники. И когда все, у меня уже началась истерика, я просто в коридоре начала рыдать. Я сказала, я больше не могу, вы что, не видите, что у меня нет сил? Она мне так снисходительно сказала, ну хорошо, пойдемте. Положила. У вас так же громко работает дрель? У меня так же. У соседей вот такая слышимость. В общем, когда меня положили на кресло, она посмотрела, она сказала, срочно в родовое у нее полностью открыта матка. То есть я в больнице чуть не потеряла своего ребенка. И вот каждая встреча с врачами у меня была вот такая, что бы мне ни делали, мне все портили, мне все гадили. Поэтому я не верю тем жертвам, которые говорят, что они жертвы и посещают врачей. Не верю. Вот. И касательно того, что мы без них можем обойтись. Я вам уже рассказывала, что когда я работала в театре, у нас было заповедное место, исключительно прекрасное место на Оке, в заповеднике. Туда долго добираться, трудно, но мы там жили месяц. Разбивали палатки и месяц мы там жили. И вот как только мы туда приезжали, каждый раз у нас была отсыпная неделя. Мы все неделю отсыпались. Мы спали долго утром. Мы спали после обеда. Мы спали всегда. Все были сонные и вялые. Естественно, мы там пили родниковую воду. Естественно, мы обливались этой родниковой водой вот так. Мы обливались все сверху. Естественно, питание все было правильное. у тех, кто за этим следит. И через неделю с нас как будто что-то падало, какие-то оковы. И мы просто превращались в других людей. Мы спали уже немножко. Уже спали даже ночью недолго. Днем переставали спать вообще. Мы были какие-то бодрые, здоровые, счастливые все, радостные. И больше того, вот это ощущение еще длилось у нас несколько месяцев, когда мы возвращались домой. Но потом, естественно, нам стали подсылать специалистов. Мы стояли там несколько уровней, как гора, несколько уровней. Мы стояли на среднем уровне. Не на нижнем у реки, не на самом верхнем, а на среднем. Так вот, над нами выше уровней стали присылать молодых уродов. И все. И, в общем-то, вот это все сразу же заканчивалось. Эден, Рай, он сразу заканчивался. Естественно, они пьянствовали, они орали, матом, ругались. И, кроме того, они сверху нас облучали, потому что они приезжали с приборами. Вот. Так что, мы не просто без них можем обойтись. Только без них мы можем прекрасно жить и вспомнить, что такое счастье. Пока мы на компьютере, пока мы под их воздействием, нам нужно каким-то способом пытаться это все с себя сбросить, скинуть. Надо с ними бороться. Мы должны их на тонком плане всех уничтожать. Уничтожать на тонком плане. Еще я хочу вам сказать, знаете, вот я уже с 2011 года мне включили жесткий сталкинг с лета 2011 года, то есть уже 8 лет. А приборы мне подключили 4 января 2012 года. То есть вот я уже, считайте, 8 лет нахожусь в этом кошмаре. Но вы знаете, что больше всего меня удивляет в этом. Как ни странно, но больше всего меня удивляют химтрейлы и отношения людей к химтрейлам. У всех есть компьютеры, все посещают интернет, все уже в курсе всего, можно сказать так. Если человек заинтересуется какой-то проблемой, он обязательно найдет и узнает по этой проблеме все, что захочет узнать. Уже все знают, что существуют химтрейлы, что нас травят с воздуха, травят полностью, полностью, всю планету, все человечество. Нас как бы посыпают душ там сверху. И вот те, кто это делают, те, кто соглашаются распылять над нами самолетов, вот летчики там, ну все, кто в курсе, они что, они дышат другим воздухом или у них есть другая планета? Как они, почему они себе позволяют это делать? Почему этот вопрос не поднимут? Почему не определят заказчиков? Почему их не судят? Почему им не определят то, что они заслуживают высшую меру наказания за то, что они проводят с нами, за расчеловечивание человечества, за уничтожение самой прекрасной планеты во Вселенной? Вот этого я не могу понять. Может быть, кто-то это понимает, я не знаю, мне кажется, мне кажется, что нет, я просто отказываюсь говорить еще что-либо на эту тему. Я сказала все, что хотела сказать. Все. Всего вам доброго, держитесь, делитесь знаниями, если вы знаете еще что-нибудь по теме, если у вас есть какие-то новые наработки, делитесь, пожалуйста, делитесь. Всего вам доброго.